Можно купить 260 человек в парламенте, 300 человек в парламенте, и для этого не нужно объявлять никакую войну. Нас обманул президент, потому что он говорил о том, что такие законы нужно принимать только по референдуме. Они держат людей на первую, вторую, третью категорию, на правильных украинцев, на неправильных украинцев. Да вы, скоро у вас украинцев не останется. Здравствуйте, я приветствую жителей Одессы, Одесской области. Меня зовут Марина Аксенова, и мы продолжаем говорить на важные темы в нашей студии. Всемирный банк поприветствовал принятие Верховной Рады закона об обороте земель сельскохозяйственного предназначения, призвал принять ряд дополнительных законов. В частности, речь идет о снятии ограничений на общую площадь земельных участков, то есть вместо ста, те, что прописаны в законах, увеличить. И второе, предоставить возможность юридическим лицам приобретать землю для здоровой конкуренции. Ну, об этом и о других важных темах мы поговорим сегодня с главой фракции Одесского областного совета «Политическая сила, оппозиционная платформа за жизнь» Виталием Саутенковым. Здравствуйте, Виталий. Добрый день. Я знаю, что областной совет не раз обращался, и вы не раз выступали. И вас поддерживали буквально представители всех фракций Одесского областного совета. Было завернение в кабинет министру к президенту о том, чтобы отменить закон о рынке земли. Тем не менее, он был принят. Как вы оцениваете ситуацию и момент, в который этот закон был принят? Давайте начнем сначала действительно с ситуации, в которой был принят этот закон. Идет общий карантин. Люди не могут высказать свой протест, который наверняка бы были. Были бы многочисленные манифестации. Было бы, я уверен, блокирование и Верховной Рады, и Кабинета министров. Потому что это то, что сегодня делает правительство и в лице президента, и в лице Кабинета министров, и в лице Верховной Рады. Вся вот эта зеленая команда нагло облапошивает нашу страну, лишая ее самого главного источника своего дохода сегодня. Поэтому то, как это был принят закон, это обман украинского народа. И стоит об этом говорить прямо. Другое дело, я скажу, что сегодня Всемирный банк или Международный валютный фонд немножко путают и подменяют собой понятие государства. Действительно, эти системы стали над государствами. И многие государства, скажем так, подносят им полы их платья. И вы знаете, это очень грустно, потому что что в составе Царской Российской империи, что в составе Советского Союза, никогда вот наша территория, наша земля, наше государство всегда стремились каким-то путем больше земель захватить, путем переговорами занять. Земля – это был единственный невосполнимый ресурс, который на протяжении всей истории путем войн народы забирали друг у друга. Народы, нации, племена. Сегодня у нас действительно такая гибридная война происходит, что можно купить там 260 человек в парламенте, 300 человек в парламенте. И для этого не нужно объявлять никакую войну. Война у нас уже идет с вирусом искусственного происхождения, который всем очень был нужен для того, чтобы, наверное, затормозить всю экономику полностью всего нашего, хотел сказать, Соединенного Королевства, всего нашего небольшого земного шара и тех стран, которые сегодня очень большие убытки несут экономические. И, конечно же, в первую очередь убытки, связанные с невосполнимыми утратами, со смертью близких и со смертью очень многих людей. Поэтому то, в какой форме был принят закон, его навязали, людей обманули, людей поломали. И я уверен, что с этим надо бороться, с этим надо что-то делать, потому что мы прекратим свое существование как государственность без земли. Мы перестанем быть государством. То, что надо, знаете, как говорят, дьявол кроется в деталях. И сегодня говорят, что закон принят с поправками, год может только физически, или два года, или три, только физические лица его покупать. Мы понимаем, какие физические лица будут его покупать. Мы понимаем, что это будут просто, как называют, зиц-председатели или зиц-директора, которые будут только нужны для того, чтобы скупить эту землю. В 2024 году их отстранят, они перестанут получать свои 20 долларов, потому что они являются в месяц директором какой-то там компании или хозяином 100 гектаров земли. И власть полноценно возьмут в свои руки международные валютные фонды и их опосредованные юридические лица, которые будут и вершить. Они сегодня слишком много влияют на всю нашу судьбу, нашего народа в рамках нашего государства. Но они будут уже напрямую иметь, наверное, и свои частные армии, и своих чиновников. Ну, то же самое, что происходит сейчас, но это будет более в открытой форме. Поэтому я призываю нам, весь народ Украины, противостоять этому. Действительно, оппозиционная платформа «За жизнь» будет подавать в Конституционный суд. Как решит Конституционный суд о конституционности этого закона? Нам, прежде всего, нас обманул президент, потому что он говорил о том, что такие законы нужно принимать только по референдуму. И мы с вами понимаем, любой паристичный громадян, разумеющий, такие законы такой важности надо принимать только всем народам, хозяинам этой земли. А никак не теми, кто сегодня выбран, завтра про них забудут. Хотя фамилии этих любимцев народа, этих избранников, я уверен, они навсегда запомнятся в памяти людей с очень плохой стороны. Со стороны, вы знаете, будут помнить и их детей, и, наверное, и внуков их фамилии, которые просто продали свою землю. Поэтому я не могу другого найти сравнению, как это иуды своей родины. Спасибо большое. Вот скажите, я знаю, что и в Роздельнянском районе перекрывали трассу, люди выходили с комбайнами, то есть представители малого, среднего фермерства. Как сейчас реакция людей? Наверняка вам звонили, писали. Как реагируют люди вашего округа, тех мест, сел, где вы приезжали, где вы работали? Люди сегодня борются за существование, они сегодня напуганы этой страшной болезнью. Сегодня она служит очень хорошим поводом для отвлечения внимания от принятия такого жизненно важного закона. Я верю, что пройдет месяц, два, три, четыре максимум, мы этот недуг переборем. Но в результате него какие еще законы примет эта народная власть, которая сегодня так ведет себя по отношению ко всему народу Украины, неизвестно. Поэтому сегодня они для отвлечения внимания принимают один закон, второй, третий. Конечно, люди готовы выходить. Люди готовы выходить с протестами на акцию. Вы помните на протяжении всего времени, как они реагировали бурно, сколько было общественных организаций, которые выступали против этого, сколько было всех вот этих вот мероприятий. В какой-то момент они нашли позицию, нашли повод, нашли ситуацию в 12 часов ночи, собирали для того, чтобы принять один закон, чтобы принять какие-то меры безотлагательные. Еще раз нагло, цинично обманули, плюнули в лицо народу один раз, второй раз и приняли закон с нарушениями всего регламента, с нарушениями законодательства. Я верю, что Конституционный суд обязан отменить этот закон. Если там хотя бы есть, честные судьи еще остались. Хорошо, спасибо. Давайте вернемся больше к нашему региону, потому что вы правильно сказали, что люди паникуют. Во всяком случае, паникуют и от того, что боятся этого вируса, и от того, что не уверены, что наш регион, как Украина в целом готова. Но ибо с ним бороться, реально бороться за жизнь у нас ничего не хватает. И все-таки жизнь продолжается. Скажите, пожалуйста, вот недавно был согласительный совет, собирались представители депутатского корпуса. Какие главные вопросы вы поднимали и какие решения приняли, потому что я знаю, что скорая сессия должна быть, собственно говоря. Сегодня есть в стране чрезвычайная ситуация, и мы должны реагировать адекватно, быстро, и оперативно, и объективно сложившейся ситуации. То есть сегодня должен быть пересмотрен бюджет. Сегодня даже от примитивнейших мер должны быть сокращены программы, которые сегодня просто не смогут внедряться, даже из-за карантинных мер. И все деньги, которые мы сегодня обязаны пересмотреть весь бюджет, сделать секвестр бюджета, перераспределение на те программы, которые сегодня необходимы. Это прежде всего медицина, это обеспечение больниц, это надбавка заработной платы врачам. Кто-то спросит, за счет чего? Ну, я могу ответить, за счет чего. У нас предусмотрены различные летом фестивали. Все понимают, что никаких фестивалей не будет. Предусмотрено очень много спортивных соревнований. И уже на весну, и на лето. Мы понимаем, что их не будет. Предусмотрены какие-то другие массовые международные командировки и так далее. Все это нужно порезать и отдать в счет борьбы. И даже этого не хватит, и на месяц, и на два этого не хватит. Но тем не менее, мы будем изыскивать, мы будем изыскивать средства, мы будем сокращать все программы, которые не такие сегодня жизненно важные и необходимые для области. И будем все переключать на борьбу с COVID-19. Я знаю, что вот и на вашем округе, в частности, ведется ряд объектов, деньги на которые выделялись из Одесского областного совета. Это там и освещение улиц, допустим, там где-то дорогу ремонтируется, где-то артезианская скважина. Значит ли это, что и эти работы за счет того, что нужно сейчас как-то оптимизироваться, могут быть остановлены? Вы понимаете, это вы один депутат, у нас депутатов много, за каждым идет ряд каких-то инфраструктурных объектов. Я скажу, что в первую очередь мы будем снимать деньги с тех программ, которые не могут быть физически реализованы. Это массовые мероприятия, это, повторюсь еще раз, какие-то фестивали, спортивные мероприятия. Сегодня не до этого. Сначала будем снимать с этого, но если этих денег не хватит, будем, конечно же, залазить и в инфраструктурные объекты, придется это делать. Будем залазить по мере необходимости и по мере пропорциональной необходимости. Конечно, хотелось бы победить этот вирус с наименьшими затратами, но мы понимаем, что это будет невозможно, и мы очень надеемся на помощь из центрального бюджета, потому что область полноценно не может оказать, в принципе, это проблема мирового масштаба, и деньгами области нельзя закрыть проблему мирового масштаба, и везде предусмотрены антикризисные меры, которые выработаны и будут закрываться бюджетом страны. В любой стране Европы так уже предприняты такие шаги. А от нашего правительства и нашего государства мы только шаги такие ожидаем, но тоже задних не пасем и делаем все, чтобы на фоне вот этой эпидемии мы были максимально подготовлены. Конечно, есть вопросы к скорости подготовки, есть вопросы к скорости принятия решений. Как вы вообще оцениваете, допустим, работу оперативного штаба нашего при областной государственной администрации? Ну, давайте называть вещи своими именами, какого из штабов? Сегодня там сложилась такая ситуация, что, по сути, по факту штаба два. Есть штаб, который организован одесскими бизнесменами, насколько я знаю, который был номинирован, одного из одесских бизнесменов номинировал президент страны, для того, чтобы он помогал администрации. Ну, насколько мне известно, там не получилось спив-прати, хорошее не получилось. Да, это вылилось во все в скандал, который мы все читали. Это вылилось в скандал, и абсолютно сегодня нельзя никак реагировать на скандал, потому что скандал мешает продвижению процесса. Если кто-то стоит на пути того, чтобы качественно подготовиться к этому, к этой эпидемии, конечно же, должны быть предприняты ряд мер для того, чтобы ничто и никто не мешал качественному подготовке процесса. Я могу сказать, что да, многие решения затягиваются, многие решения не принимаются в таком оперативном масштабе, как хотелось бы. И даже с тем, как долго и мучительно принимали опорную больницу, опорные больницы, которые будут опорными, я понимаю, что для любого главного врача это вызов, и для любого главного врача это как возможность, грубо говоря, повесить себе какие-то ордена, но у нас, знаете, у нас за инициативу в стране всегда наказуемо. И понятно, что повесить дохлых собак или какие-то... Найти крайнего гораздо проще, чем ситуацию выровнять. Но я могу сказать, что те люди, которые не боятся ответственности, не боятся инициативы, они, слава богу, пока находятся. – Хочу вас спросить, ну вот в контексте того, что мы говорили, оперативность, два штаба, не знаю, сколько там их еще может появиться в данной ситуации, найдут ли они поразумения, тем не менее, министерство здравоохранения, пост министра здравоохранения занял сейчас экс-губернатор Одесской области. Вот ваше оценочное мнение, вы с ним работали, как, ну, естественно, был совет. Сумеет ли он справиться, станет ли он тем кризисным менеджером? – Вы знаете, я не буду таить греха, например, моя личная субъективная оценка губернаторства Максима Степанова, она достаточно субъективна. Я не считаю, что он как-то очень качественно проявился на этой должности. Это опытный чиновник, достаточно хитрый чиновник, достаточно с большим, с немалым багажом работы в государственном аппарате, но насколько сможет он быть антикризисным менеджером в такой ситуации стрессовой для страны, насколько он может вывести эту ситуацию, ведь у него есть медицинское образование, но по факту работы в медицине у него нет. Насколько я знаю, какие-то из его, наверное, бизнесов его супруги связаны с этим. Возможно, какая-то у него возможность работать с этим есть. Я понимаю, что он хочет быть популярным и несколько раз приезжал в Одесскую область и передавал гуманитарный груз, за что ему спасибо. Я скажу, что если сегодня берут в министры людей, которые, в принципе, не имеют опыта работы именно в этом направлении, в Министерстве здравоохранения, то, наверное, голод с кадрами достаточно сильно ощутим. Это мы можем видеть в любой сфере народного хозяйства. Спасибо. Вернемся вновь к Одессе, к нашему региону. Я знаю, что вы раньше работали в транспортной комиссии и морехозяйственного комплекса облсовета. Тем не менее, вот сейчас возвращаются люди в Украину. Турция открыла паромное сообщение с Черноморском. Сюда приезжают люди, их отправляют на обсервацию, я все понимаю. Но, с другой стороны, скажите, вот целесообразно ли сейчас открывать вот это морское сообщение, паромное сообщение, когда закрыто, по сути дела, страна пытается каким-то образом закрыться? Ну, а каким образом нашим людям возвращаться домой? Кто-то, кто был по работе или на отдыхе, или у знакомых, у друзей, по любому поводу был за границей. Я знаю, что люди продолжают возвращаться. Был этот вот известный борт из Гоа, который люди, они, по-моему, уехали только тогда, когда этот все процесс начинался. Конечно, они не могли себе представить, насколько им нужно там было бы остаться. И многие, и знакомые были за границей, и кто-то выбрал, кто может себе позволить, выбрал на какое-то время там остаться. Опять же, это выбор такое, знаете, как казино. Сколько ты там будешь сидеть, я всегда считаю, что лучше находиться дома, и те люди, которые хотят вернуться домой, мы обязаны предоставить им эту возможность. Но какие-то меры по обязательному забору анализов, по обязательному периоду обсервации, конечно, должны быть приняты. Хорошо. А если относиться к обсервации, вот то, что происходило у нас, опять-таки. Кого-то встретили из обсервации, поселили там в доме престарелых, в сети поднялся скандал, их сейчас перевели в куяник этих людей. Сегодня человек, вот новый скандал, там в Балтском районе человек подписал обсервацию, по адресу вернулся в родную хату, все село вышло с требованием, чтобы его убрать, ну так бы выгнать из села, новые санжары. Вообще, что делать с психикой людей? Вот я не знаю, честно говоря, как на это все смотреть? Чем больше толпа, тем она менее контролируемая. И есть даже такой предмет, как психология толпы, и действительно там раскрывается ситуация о том, что толпа – это малоконтролируемый процесс, и возьмешь каждого по отдельности, это человек добропорядочный, с какими-то моральными ценностями, с устоями, с которыми можно поговорить и договориться. А когда этих людей 300, 400, 500 одновременно, и они пришли с каким-то требованием, очень сложно договориться с ними. Я считаю, что прежде всего это вина государства, потому что государство должно в такие критические периоды брать на себя тяжесть ответственности, брать на себя тяжесть ответственности принятия решений и прописывать единую схему, которая должна быть реализована на всей территории и по всей границе и окружности, и по периметру нашей страны. И откуда бы ни приезжали, потому что люди приезжают с Польши, они не проходят обсервацию, они просто… Пешком переходят? Они просто пешком приходят, сбивают эти пограничные пункты. Получается, там мы не видим, здесь видим политика не двойных, а тройных стандартов какая-то получается. Где-то показательно нужно… Прилетел борт в Борисполь, вот борт в Борисполь мы обязательно должны будем задержать. Показательное выступление такое, да? Показательное выступление, да, увидеть. Но вы увидели, что с этим бортом в Борисполь люди просто прорвались, разъехались, и это доказывает еще раз слабость и неконтролируемость власти. Власть сегодня не может удержать страну, а в такой ситуации страна должна быть в очень твердых и знающих руках. Мы видим, что руки дрожат, руки не твердые, и руки только думают о том, как залезть в карман Международному валютному фонду и постоять с протянутой рукой, попросить милостыню, что туда еще дадут. А за это мы лишаемся всего. МОС подготовила варианты инструкции о том, как избегать коронавируса на языках, проживающих в стране нацменьшинств. И русскоязычного варианта делать не стали. Как к этому можно относиться? Как к этому можно относиться? Как к продолжающейся шизофрении, которая на уровне государства поддерживается и делает вид, что сегодня мы с вами на каком языке общаемся, делает вид, что такого языка нет. Ну это как, знаете, как голый король. А король-то голый. Ну как? Для меня просто не хватает, честно говоря, эмоций. Это просто идиотизм, который не стесняются даже в такое сложное время. Да забудьте вы сегодня все скандалы. Все интриги политические уберите в сторону. Боритесь с ситуацией, которая возникла. Нет. Ну это же инструкция для населения вообще. Это сквозь призму людей. Все равно они делят людей даже в результате такой большой громадной опасности. Они делят людей на первую, вторую, третью категорию. На правильных украинцев, на неправильных украинцев. Да вы, скоро у вас украинцев не останется. Скоро эту территорию загробастает Международный валютный фонд, а мы здесь будем в прислуге. Даже у себя в стране. Я поняла вас. Ну что ж, я благодарна, что вы в этот сложный период нашли возможность, приехали к нам в студию. А нашим телезрителям напомню, что сегодня мы общались с главой фракции оппозиционной платформы «За жизнь» Одесского областного совета с Виталием Саутенковым. Желаю вам удачи, здоровья. Продолжайте свой труд. Спасибо. Спасибо.